Дорогие друзья, сегодняшняя наша лекция посвящена фармакологии и фармакогенетике. Вот такие интересные слова, интересные термины. Но это все просто. Мы будем изучать лекарственные препараты, лекарственные медикаментные средства, которые применяются в практике, как что должно быть в ветеринарной аптечке, аптечке зооволонтеру, чтобы оказать грамотную медицинскую помощь пострадавшим животным, больным животным, которые нуждаются в спасении. Здравствуйте, уважаемые студенты Школы Зооволонтеров. Сегодняшняя тема нашей лекции будет домашняя аптечка или просто аптека зооволонтера. Какие препараты должны быть ветеринарные, медицинские и что вообще из себя представляет аптека зооволонтера. Но прежде всего говорить о аптечке, я хотел остановиться на таком предмете, как фармакология. То есть это раздел, отдел науки, который изучает лекарственные препараты, как они действуют в организме, на какие функции и так далее. Их очень много. Вот фармакология – это очень большая такая наука, где есть разные-разные ветки. Но для нас, для зооволонтеров, для вас очень интересно именно фармакокинетика, фармакокинетика лекарственных веществ. То есть лекарственных препаратов – это раздел фармакологии, изучающий судьбу. Судьбу лекарственных веществ в организме, вот куда она девается, да? Вот этот препарат, который попадает в организм животного. Значит, как сасывается, как транспортируется, как распределяется, в чего превращается и как выходит из организма. Вот как раз это все изучает фармакокинетика. А для того, чтобы мы понимали, каким способом в организм животного может попасть лекарственное вещество или лекарственный препарат, мы должны знать пути введения лекарственных средств в организм. Ну, наверное, уже все сразу поняли, что несколько путей, да, способов попадания лекарственных средств в организм, ну, наверное, всем известно, это внутрь, или еще называют перорально, или по-латыни перос, то есть это таблеточки, сиропчики, то есть все лекарственные препараты, которые мы употребляем внутрь. То же самое есть, которые мы даем, да, нашим животным. Но, скажем, если вы обратили внимание, именно в ветеринарной практике, да, особенно владельцы собак, кошек видят, что очень мало таких препаратов, что именно можно через рот давать животным по сравнению с людьми. То есть посмотрите, вот откройте аптеку, да, в которой у вас дома для себя, смотрите, сколько там разных таблеток для людей. То есть мы болеем, мы в основном боремся с нашими болезнями, таблетками, всякими щепучками, да, и так далее. А вот когда животное болеет, почему-то ставят уколы. То есть разница очень ощутима, если у вас дома живет животное, вы сталкивались. Если животное болеет, очень редко, что только таблетки дают, обязательно уколы, без уколов не обходятся. А вот человек обходится без уколов, то есть чисто на таблетках попил дома, полежал, выздоровел, пошел на работу. Вот, как раз энтеральные пути ведения энтера, то есть это снаружи, да, то, что пьем. Вот смотрите, кроме того, что есть способ ведения внутрь, второй энтеральный путь, это сублингвально. То есть есть несколько препаратов, которые ставятся под язык. Под язык в основном тоже очень часто это бывает в медицинской практике, в ветеринарной практике. Таких препаратов мало и очень часто именно когда приходится назначать ветеринарным врачам, медицинские препараты, как раз это и из этой же оперы, что именно вот под язык есть препараты, которые можно ставить и животным. Так, ну и очень эффективные, но, к сожалению, мало практикуемые, это ректальный. Ректальный способ введения препаратов. Очень часто, когда у меня на приеме приходят, да, говорю, уколы умеете ставить? Нет, сразу ваш, как будто там, черт от ладана, да, вот, не-не-не-не, это бесполезно. Хорошо, свечку-то можете поставить? Как, разве можно кошкам или собачкам свечку ставить? Конечно, можно. То есть, вместо того, чтобы ставить укол, ну, не имеет человеку укол ставить, есть тот же препарат в виде суппозитории, еще их называют, то есть это ректальные свечки, которые очень легко любому владельцу, да, при правильной фиксации животного, даже кошку, можно поставить эту свечку ректальную и получишь тот же эффект, что ставишь инъекцию. Например, есть такой препарат, очень часто применяемый при спазмах. Спазмолитик называется папавирин. Ну, бывает в инъекциях, бывает в таблетках, бывает и свечках. И мы очень часто, именно со спазмами животных, когда приходится два раза в день убирать боли, которые возникают из-за спазм внутренних органов, в том числе там приступы, связанные с наличием такого заболевания, как мочекаменная болезнь. Мочекаменная болезнь как раз именно вот папавирин, он очень хорошо снимает вот эти спазмы, которые вызваны наличием камней или солей в мочевом пузыре, либо в почках. А человек не умеет ставить уколы. Вот один раз на приеме мы поставили там несколько комплекс препаратов, уколов, а вечером надо желательно обезболить, потому что тот спазмолитик, который мы поставили утром, его действия заканчиваются, и вечером через 8 часов могут обостряться боли. И как обычно, вечером всегда обостряется все. Вот как раз и владельцы дома не умеют ставить уколы, но умеют ставить свечки. Вот как раз этот метод, этот путь введения, это ректальный способ. Так, это энтеральные пути введения. Следующий путь введения в организм лекарственных средств – это парентеральные. Парентеральные – это как раз все инъекции, инъекции, у которых мы сейчас подробно останемся, какие бывают инъекции. Ингаляционные, то есть бывает, что ингаляцию делают, то есть это пары дыхают. Это внутриполосные введения препаратов и накожные или трансдермальные пути введения. Значит, инъекции. Какие мы знаем инъекции? Ну, самые распространенные для животных – это подкожные, это внутримышечные, внутривенные. То есть вот эти три, из которых внутривенно исключительно делают ветеринарные специалисты. Это может быть врач, это фельдшер, да. Очень редко, что владельцы могут это делать. Поэтому то, что может выполнить, значит, волонтер, да, владелец животного – это подкожно, либо внутримышечные, внутримышечные инъекции. Значит, область этих инъекций, мы должны понимать, в какой область надо ставить укол. Техника в виде видео, да, роликов очень много в интернете, вы сами можете посмотреть. Вот, значит, это область лопатки, это подкожная, да, область подкожных введений лекарственных средств. Почему именно холка? Лопатка, если вы заметили, любой хищник, да, мама-хищник, несет своих детей, берет зашкварники и пошла, да. Как раз это то место, где кожа поднимается, где минимум нервных окончаний, вот, и минимум там боли, когда вы подкожно вводите лекарственное средство. Очень важно и очень нужно понимать, что не все препараты можно вести подкожно, не все препараты можно вести внутривенно, не все препараты можно вести внутримышно. То есть у каждого препарата есть свой способ введения в организм, поэтому очень внимательно изучаем инструкции. Если это не назначил ветеринарный врач, то мы должны понимать, вот у нас дома есть лекарства, случилась беда, мы должны помочь животному, а куда ставить? Мы не знаем. Инструкция препарата вам помочь. В наше время, когда мы учились, когда мы начали работать, не было интернета, не было этих подсказок. У нас были вот такие толстые справочники по фармакологии, по медицинским препаратам. Вот как раз мы и работали этими книжками, если что-то не знали, открывали, искали в справочниках, читали про этот препарат и тогда уже ставили уколы. Сегодня это очень легко. У каждого в кармане есть телефон, Яндекс.Помощный, Гугл.Помощь. Подиктовал тебе, ответ пришел. Поэтому очень важно, очень правильно всегда читать инструкции препаратов и после этого приступать к работе. Очень важно понимать, какой путь введения препаратов будет эффективно, быстро, срочно. Если нужен нам срочный результат, нам очень важно правильно и быстро вести препарат. То есть мы препарат уже знаем, а как правильно делать, как быстро получится подкожно, внутримышечно или сразу внутривенно, или в таблетках, или свечках. Поэтому этот вопрос всегда решает ветеринарный врач, чтобы был эффект от метода введения этих всех препаратов получить эффект. То есть нам очень важно быстрый, правильный результат. Если, скажем, какая-то там экстренная ситуация, когда анафилотический шок развивается после применения вакцинации. То есть как лучше таблетку дать или внутривенную инъекцию делать? Вот давайте этот я вопрос оставлю для обсуждения в комментариях. Вот, мне просто очень интересно. Это такие вещи, которые иногда даже могут случаться с людьми. А мы с вами, да, можем оказаться в таких местах. И от нашей первой помощи зависит жизнь как животного, так и человека. Так что давайте на такой вопрос. В экстренных ситуациях, когда идет угроза жизни, какой путь введения препаратов будет эффективен? В виде таблеток, в виде подкожных, внутримышечных или внутривенных инъекций. Может, там несколько вариантов вместе. Просто мне очень интересно узнать ваше мнение. Это мы будем комментировать и разбирать. Дальше. Значит, какие медикаменты вообще бывают? Что мы должны понимать? Для себя делать какую-то таблицу и понимать, что медикаменты должны быть. Жаропонижающие. То есть, помните, когда что-то не так с животным, мы в первую очередь должны измерять температуру. Температуру мы померили, а температура высокая, выше нормы. Но как-то надо его сбить. А сбивать температуру мы не можем применять те препараты, которые применяются для людей. Тот же самый аспирин, запомните раз и навсегда, он очень смертелен для кошек. Какая-то таблетка аспирина может убить кошку. Понятно, да? То есть, мы ни в коем случае медицинскими, человеческими препаратами, которые в основном распространены для людей, не применяем для получения эффекта жаропонижающего у животных. Вторая группа препаратов. Витаминные препараты. Здесь очень важно вам понимать, что витамины бывают двух видов. Водорастворимые и жирорастворимые витамины. То есть, водорастворимые витамины. Если мы переборщим, передозируем, то ничего смертельного животным не будет. Потому что эти витамины излишек растворяются в воде. Они так и называются. Водорастворимые витамины. И очень быстро выводятся с мочой. То бишь, если переборщили с витаминами, которые входят в водорастворимую группу, моча у животных будет пахнуть витаминами. Очень сильно. А вот жирорастворимые витамины с ними беда. Потому что они растворяются только в жирах. И любой избыток жирорастворимых витаминов остается в организме. И он может привести к серьезным разрушениям. Например, избыток витамина Е может вызвать разрушением сосудов. И очень часто это заканчивается кровотечением. кошка-собака чихнула. И с носика пошла кровь, которая долго не сворачивается. Это как раз у тех животных, у которых гиперизбиток, то есть большой избыток витаминов, жира, растворимых, таких как Е. поэтому надо быть с витаминами поаккуратнее. Нехватка это есть нехорошо. И большое количество от нормы в организме это тоже есть нехорошо. Всегда все должно быть в золотой середине. Следующая группа препаратов это вещества действующие на обмен веществ. Их тоже очень много. Мы не будем говорить какие-то вещества. Вы должны просто для себя знать. Есть вещества там препараты жаропонижающие, витаминные, там действующие на обменные процессы. Следующая группа слабительные, средства. Я вам порекомендую слабительных средств для животных. Это вазелиновое масло. Очень часто владельцы животных при запорах применяют растительное масло. При этом есть большие риски, так как растительное масло всасывается через кишечник. В масле растворяются много-много токсинов, которые там, в этом участке, где непроходимость. И благодаря этому растительному маслу всасывается через кишечник и попадает кровь. Эти токсины и вызывают общую интоксикацию. Поэтому ни в коем случае при запорах нельзя давать растительное масло. А это сплошь и рядом мы видим на практике только вазелиновое масло, потому что именно вазелиновое масло не всасывается через кишечник, то есть не попадает кровь. Вместе с этим маслом ни одна токсин, ни одна зараза, ни один токсин из этого участка, где происходит непроходимость закупорка, там всегда скапливается все, что не надо и ничего не попадет. Наоборот, это все дополнительно защищается от попадания в кишечнике этих токсин. То есть вазелиновое масло всегда должно быть именно в ветеринарной аптеке. Записали себя. Так, средства, которые улучшают пищеварение, наверное, все знают, очень часто мы это видим по рекламе, по рекламе в телевизоре, когда идут очень хорошие интересные фильмы. Любой фермент это препарат, который улучшает пищеварение. Так, следующая группа это рвотные средства. Очень часто, к сожалению, приходится, особенно, когда есть, когда владелец увидел, или вы увидели, что что-то собака съела несъедобное, там, непонятно чего, надо срочно вызвать рвоту, чтобы это все выходило, не оставалось в желудке. Как раз есть такие средства, которые называются рвотные. Это трехпроцентный перекис водорода. Мы подробно поговорим сейчас, когда будем обсуждать о составе аптечки зооволонтера. Дальше мочегонные средства, маточные средства, обезболивающие, успокаивающие и место анестезирующие средства, сердечные средства и препараты, которые стимулируют нервную систему, прижигающие средства, раздражающие противогемоспоридозные, противогельминтные, нитрофуранов, антибиотики. Это группы препаратов. Группа сульфаниламидов препараты, которые относятся к противомикробным, противопаразитарным и дезинфицирующим. Жидкие лекарственные формы, твердые лекарственные формы. Вот это все фактически фармакология, которые мы должны понимать, в нашем общем понимании, что какие средства бывают, нету мочи, нужно мочегонные средства, слабительные, антибиотики, антибактериальные, противовирусные, на обменные процессы. То есть вот ряд всяких препаратов. И когда вы видите, что доктор, пришел пациент, собака такса, и врач ставит, например, в среднем это как минимум три шприца, иногда бывает четыре, иногда даже пять. Вот пять препаратов. почему пять разных шприцов лекарств вводится в организм этой маленькой собачки, таксой может эта кошка. То есть первое, это может быть антибиотик, второе, это может быть противовирусный препарат, третье, это может быть витаминный препарат, четвертое, это может быть обезболивающий спазмолитик, пятое, это может быть мочегонная, сердечная и так далее. То есть как минимум пять уколов, если вы увидели, не удивляйтесь, о, почему так много уколов, потому что вот так разных групп препараты, ну, конечно, доктор старается совмещать несколько разных препаратов в один шприц, чтобы делать одним уколом, то есть не удивляйте, что поставили три шприца до уколов, а вот пишут там противорвотное, сердечное, там общеукрепляющее, то есть три укола от десять препаратов расписано. Да, если лекарства совмещаются в то же самую глюкозу, да, внутривенно, сорока процента, можно добавить витамины, антигистаминные, обезболивающие, там, сердечное, да, четыре препарата отдали лошадки, лошадки это глюкоза и отправили через вену в организм, то есть представьте, вот пять препаратов и когда пишут там выписку и столько препаратов, да не может быть, вы нам ставили три укола, да, а тут пишите там десять препаратов, может быть, может быть, мои дорогие, поэтому, ну, представьте, вот, при лечении используемых десять препаратов, да, и десять раз колоть вашу собачку или кошку, это и есть нехорошо, поэтому, по возможности, если препараты совмещаются, все в один шприц и вводится, некоторые препараты вообще не перемешиваются ни с чем и вводятся индивидуально, отдельно, это тоже надо понимать, ну, здесь уже каждый год, каждый год выходит что-то новое, что-то эффективное, мы стараемся в нашей практике использовать препараты, которые пролонгированного действия, потому что у нас нету амбулатории, если животное находится в условиях там амбулатории, то есть три раза в день можно подойти и делать манипуляции, но когда у владельца нету возможности, у нас нету такой возможности оставить у себя это животное, то есть у нас нету больницы, нету стационара, то само собой животное отправляется домой и три раза в день человеку накладно даже по времени приходить в клинику и получить вот эти уколы, поэтому мы стараемся в нашей практике применять вообще ветеринарная как бы наука старается минимализировать вот эти походы к ветеринарам, чистоту уколов, потому что животное запоминает, что ему больно делают и сегодня вооружение ветеринарных специалистов есть препараты, которые называются пролонгированного действия, то есть антибиотик можно поставить раз в 48 часов, раз в 72 часа, то есть смотря какой, да, какой группе, какое название, какая инструкция, а вот, чтобы не каждый день таскать эту несчастную кошку в ветеринар, потому что каждое посещение доктора это стресс, а любой стресс он спровоцирует осложнение, поэтому я, лично я, как специалист, мне очень важно минимум стрессовать и делать больно животному, тем более, когда работаю с хищниками, я это очень хорошо понимаю, вот, и применять в своей практике те препараты, которые пролонгированы, то есть их часто не надо ставить, и таким образом, в любом случае, мы добиваемся отличного результата, то есть животное выздоравливает при минимальном воздействии, болезненного воздействия на организм. Итак, Здравствуйте, уважаемые студенты Школы Зооволонтеров, сегодняшняя тема нашей лекции будет домашняя аптечка или просто аптека Зооволонтера, какие препараты должны быть, да, ветеринарные, медицинские, и что вообще из себя представляет аптека Зооволонтера. Но, прежде всего, говорить о аптечке, я хотел остановиться на таком предмете, как фармакология, то есть это раздел, да, отдел науки, который изучает лекарственные препараты, как они действуют в организме, на какие функции и так далее, их очень много. Вот фармакология, это очень большая такая наука, где есть разные, разные ветки, но для нас, для зооволонтеров, для вас очень интересно именно фармакокинетика, фармакокинетика лекарственных веществ, то есть лекарственных препаратов, это раздел фармакологии, изучающий судьбу, судьбу лекарственных вещества в организме, вот куда она девается, да, вот этот препарат, который попадает в организм животного, значит, как сасывается, как транспортируется, как распределяется, как в чего превращается, как выходит из организма, вот как раз это все изучает фармакокинетика, для того, чтобы мы понимали, каким способом в организм животного может попасть лекарственное вещество или лекарственный препарат, мы должны знать пути введения лекарственных средств в организм, ну, наверное, уже все сразу поняли, что несколько путей, да, способов попадания лекарственных средств в организм, ну, наверное, всем известно, это внутрь, или еще называют перорально, или по-латыни перос, то есть это таблеточки, сиропчики, то есть все лекарственные препараты, которые мы употребляем внутрь, то же самое есть, которые мы даем, да, нашим животным, но, скажем, если вы обратили внимание, именно в ветеринарной практике, да, особенно владельцы собак, кошек, видят, что очень мало таких препаратов, что именно можно через рот давать животным, по сравнению с людьми, то есть, посмотрите, вот, откройте аптеку, да, в которой у вас дома для себя, смотрите, сколько там разных таблеток для людей, то есть, мы болеем, мы в основном боремся с нашими болезнями, таблетками, всякими щепучками, да, и так далее, а вот, когда животное болеет, почему-то ставят уколы, то есть, разница очень ощутима, если у вас дома живет животное, вы сталкивались, если животное болеет, очень редко, что только таблетки дают, обязательно уколы, без уколов не обходится, а вот человек обходится без уколов, то есть, чисто на таблетках, попил дома, полежал, выздоровел, пошел на работу, вот, как раз энтеральные пути введения энтера, то есть, это снаружи, да, то, что пьем, вот, смотрите, кроме того, что есть способ введения внутрь, второй энтеральный путь, это сублингвально, то есть, есть несколько препаратов, которые ставятся под язык, под язык, в основном, тоже очень часто это бывает в медицинском, практике, в ветеринарной практике, таких препаратов мало, и очень часто именно, когда приходится назначать ветеринарным врачам, врачами медицинские препараты, как раз это и из этой же оперы, что именно вот под язык есть препараты, которые можно ставить и животным. так, ну и очень эффективный, но, к сожалению, мало практикуемый, это ректальный, ректальный способ введения препаратов, очень часто, когда у меня на приеме приходят, уколы умеете ставить, сразу как будто там черт отладано, да, не-не-не-не, это бесполезно, хорошо, свечку-то можете поставить, как, разве можно кошкам или собачкам свечку ставить, конечно, можно, то есть, вместо того, чтобы ставить укол, ну, не умеет человек укол ставить, есть тот же препарат в виде суппозитории, еще их называют, то есть, это ректальные свечки, которые очень легко любому владельцу, да, при правильной фиксации животного, даже кошку, можно поставить эту свечку ректальную и получишь тот же эффект, что ставишь инъекцию, например, есть такой препарат, очень часто применяемый при спазмах, спазмолитик называется папавирин, ну, бывает в инъекциях, бывает в таблетках, бывает и свечках, и мы очень часто именно со спазмами животных, когда приходится два раза в день убирать боли, которые возникают из газа, спазм внутренних органов, в том числе, там, приступы, связанные с наличием такого заболевания, как мочекаменная болезнь, мочекаменная болезнь, как раз именно вот папавирин, он очень хорошо снимает вот эти спазмы, которые вызваны наличием камней или солей в мочевом пузыре либо в почках, а человек не умеет ставить уколы, вот один раз на приеме мы поставили там несколько комплекс препаратов, уколов, вот, а вечером надо желательно обезболить, потому что тот спазмолитик, который мы поставили утром, его действия заканчиваются и вечером, через 8 часов могут обостряться боли, как обычно, вечером всегда обостряется все, вот как раз и владельцы дома не умеют ставить уколы, но умеют ставить свечки, вот как раз этот метод, этот путь ведения, это ректальный способ, так, это энтеральные пути ведения, следующий путь ведения в организм лекарственных средств, это парентеральные, парентеральные, это как раз все инъекции, инъекции, у которых мы сейчас подробно остановимся, какие бывают инъекции, ингаляционные, то есть бывает, что ингаляцию делают, то есть это пары дыхают, это внутриполосные введения препаратов и накожные или трансдермальные пути ведения, значит, инъекции, какие мы знаем инъекции, ну, самые распространенные для животных это подкожные, это внутримышечные, внутривенные, то есть вот эти три, из которых внутривенно исключительно делают ветеринарные специалисты, это может быть врач, это фельдшер, да, очень редко, что владельцы могут это делать, поэтому то, что может выполнить значит, волонтер, да, владелец животного, это подкожно, либо внутримышечные, внутримышечные инъекции, значит, область, область этих инъекций мы должны понимать, в какую область надо ставить укол, техника в виде видео, да, роликов очень много в интернете, вы сами можете посмотреть, вот, значит, это область лопатки, это подкожная, да, область подкожных введений лекарственных средств, почему именно холка, лопатка, если вы заметили, любой хищник, да, мама-хищник несет своих детей, берет зашкварники и пошла, да, как раз это то место, где кожа поднимается, где минимум нервных окончаний, вот, и минимум там боли, когда вы подкожно вводите лекарственное средство, очень надо, очень важно и очень нужно понимать, что не все препараты можно вести подкожно, не все препараты можно вести внутривенно, не все препараты можно вести внутримышно, то есть у каждого препарата есть свой способ введения в организм. Поэтому очень внимательно изучаем инструкции. Если это не назначил ветеринарный врач, то мы должны понимать, вот у нас дома есть лекарства, случилась беда, мы должны помочь животному. А куда ставить? Мы не знаем. Инструкция препарата вам помощь. В наше время, когда мы учились, когда мы начали работать, не было интернета, не было этих подсказок. У нас были вот такие толстые справочники по фармакологии, по медицинским препаратам. Вот как раз мы и работали этими книжками. Если что-то не знали, открывали, искали в справочниках, читали про этот препарат и тогда уже ставили уколы. Сегодня это очень легко. У каждого в кармане есть телефон, Яндекс.Помощный, Гугл.Помощь. Подиктовал тебе, ответ пришел. Поэтому очень важно, очень правильно, всегда, всегда читать инструкции препаратов и после этого приступать к работе. Очень важно понимать, какой путь ведения препаратов будет эффективно, быстро, срочно. Если нужен нам срочный результат, нам очень важно, очень важно правильно и быстро вести препарат. То есть мы препарат уже знаем, как правильно делать, как быстро получится подкожно, внутримышечно или сразу внутривенно или в таблетках или свечках. Поэтому этот вопрос всегда решает ветеринарный врач, чтобы был эффект от применяем от метода в лечении, от метода введения этих всех препаратов получить эффект. То есть нам очень важно быстрый, правильный результат. Если, скажем, какая-то там экстренная ситуация, когда анафилактический шок развивается после применения вакцинации, то есть как лучше таблетку дать или внутривенную инъекцию. Давайте этот вопрос оставлю для обсуждения в комментариях. Мне просто очень интересно. Это такие вещи, которые иногда даже могут случаться с людьми. Мы с вами можем оказаться в таких местах и от нашей первой помощи зависит жизнь как животного, так и человека. Так что давайте на такой вопрос в экстренных ситуациях, когда идет угроза жизни, какой путь введения препаратов будет эффективен в виде таблеток, в виде подкожных, внутримышечных или внутривенных инъекций. Может там несколько вариантов вместе. Просто мне очень интересно узнать ваше мнение. Это мы будем комментировать и разбирать. Дальше. Значит, какие медикаменты вообще бывают? Что мы должны понимать? Для себя делать какую-то таблицу, и понимать, что медикаменты должны быть. Жаропонижающие. То есть, помните, когда что-то не так живу, то мы в первую очередь должны измерять температуру. Температуру мы померили, а температура высокая, выше нормы. Но как-то надо его сбить. А сбивать температуру мы не можем. Применять те препараты, которые применяются для людей. Тот же самый аспирин, запомните раз и навсегда, он очень смертелен для кошек. Какая-то таблетка аспирина может убить кошку. Понятно, да? То есть, мы ни в коем случае медицинскими, человеческими препаратами, которые в основном распространены для людей, не применяем для получения эффекта жаропонижающего у животных. Вторая группа препаратов витаминные препараты. Здесь очень важно вам понимать, что витамины бывают двух видов. Водорастворимые и жирорастворимые витамины. То есть водорастворимые витамины. Если мы переборщим, передозируем, то ничего смертельного животным не будет. Потому что эти витамины излишек растворяются в воде. Они очень быстро выводятся с мочой. То бишь, если переборщили с витаминами, которые входят в водорастворимую группу, моча у животных будет пахнуть витаминами очень сильно. А вот жирорастворимые витамины, с ними беда. Потому что они растворяются только в жирах. И любой избыток жирорастворимых витаминов остается в организме. И он может привести к серьезным разрушениям. Например, избиток витамина Е может вызвать разрушением сосудов. И очень часто это заканчивается кровотечением. Кошка-собака чихнула, и с носика пошла кровь, которая долго не сворачивается. Это как раз у тех животных, у которых гиперизбиток, то есть большой избыток витаминов, жирорастворимых, таких как Е. Поэтому надо быть с витаминами поаккуратнее. Нехватка, это есть нехорошо. И большое количество от нормы в организме, это тоже есть нехорошо. Всегда все должно быть в золотой середине. Следующая группа препаратов – это вещества, действующие на обмен веществ. Их тоже очень много. Мы не будем говорить какие-то вещества, вы должны просто для себя знать. Есть вещества, препараты, жаропонижающие, витаминные, действующие на обменные процессы. Следующая группа – слабительные средства. Я вам порекомендую слабительных средств для животных. Это вазелиновое масло. Очень часто владельцы животных при запорах применяют растительное масло. При этом есть большие риски, так как растительное масло всасывается через кишечник, в масле растворяются много-много токсинов, которые там, в этом участке, где непроходимость. И благодаря этому растительному маслу всасывается через кишечник и попадают в кровь эти токсины и вызывают общую интоксикацию. Поэтому ни в коем случае при запорах нельзя давать растительное масло. А это сплошь и рядом. Мы видим на практике только вазелиновое масло, потому что именно вазелиновое масло, он не всасывает, через кишечник, то есть не попадает кровь. Вместе с этим маслом ни одна токсин, ни одна зараза, ни один токсин из этого участка, где происходит непроходимость закупорка, там всегда скапливается все, что не надо и ничего не попадет. Наоборот, это все дополнительно защищается от попадания в кишечник этих токсин. То есть вазелиновое масло всегда должно быть именно в ветеринарной аптеке. Записали себя. Так, средства, которые улучшают пищеварение. Наверное, все знают. Очень часто мы это видим по рекламе, по рекламе в телевизоре, когда идут очень хорошие, интересные фильмы. Любой фермент — это препарат, который улучшает пищеварение. Так, следующая группа — это рвотные средства. Очень часто, к сожалению, приходится, особенно когда есть, когда владелец увидел или вы увидели, что что-то собака съела несъедобное, там непонятно чего, надо срочно вызвать рвоту, чтобы это все выходило, не оставалось в желудке. Как раз есть такие средства, которые называются рвотные. Это трехпроцентный перекись водорода. Мы подробно поговорим сейчас, когда будем обсуждать о составе аптечки зооволонтера. Дальше — мочегонные средства, маточные средства, обезболивающие, успокаивающие и местоанестезирующие средства, сердечные средства и препараты, которые стимулируют нервную систему, прижигающие средства, раздражающие, противогемоспоридозные, противогельминтные, нитрофуранов, антибиотики. Это группы препаратов. Группа сульфаниламидов — препараты, которые относятся к противомикробным, противопаразитарным и дезинфицирующим. Жидкие лекарственные формы, твердые лекарственные формы. Вот это все фактически фармакология, которые мы должны понимать, в нашем общем понимании, что какие средства бывают, нет мочи, нужны мочегонные средства, слабительные, антибиотики, антибактериальные, противовирусные, на обменные процессы. То есть вот ряд всяких препаратов. И когда вы видите, что доктор, пришел пациент, собака такса, и врач ставит, например, в среднем это как минимум три шприца, иногда бывает четыре, иногда даже пять. Вот пять препаратов. Почему пять разных шприцов лекарств вводится в организм этой маленькой собачке таксы, может это кошка. То есть первое, это может быть антибиотик, второе, это может быть противовирусный препарат, третье, это может быть витаминный препарат, четвертое, это может быть обезболивающий, там спазмолитик, пятое, это может быть мочегонная, сердечная и так далее. То есть как минимум пять уколов, если вы увидели, не удивляйтесь, о, почему так много уколов, потому что вот так разных групп препараты, ну конечно, доктор старается совмещать несколько разных препаратов в один шприц, чтобы делать одним уколом. То есть не удивляйтесь, что поставили три шприца, да, уколов, а вот пишут там противорвотное, сердечное, там, общеукрепляющие, то есть три укола, а 10 препаратов расписано. Да, если лекарства совмещаются в ту же самую глюкозу, да, внутривенно, 40%, можно добавить витамины, антигистаминные, обезболивающие, там, сердечное, да. Четыре препарата отдали лошадке, лошадке это глюкоза, и отправили через вену в организм. То есть представьте, вот пять препаратов, и когда пишут там выписку и столько препаратов, вы говорите, да не может быть, вы нам ставили три укола, да, а тут пишите там 10 препаратов, может быть, может быть, мои дорогие. Поэтому, ну, представьте, вот при лечении используемых 10 препаратов, да, и 10 раз колоть вашу собачку или кошку. Это и есть нехорошо. Поэтому, по возможности, если препараты совмещаются, все в один шприц и вводится. Некоторые препараты вообще не перемешиваются ни с чем и вводятся индивидуально и отдельно. Это тоже надо понимать. Ну, здесь уже каждый год, каждый год выходит что-то новое, что-то эффективное. Мы стараемся в нашей практике использовать препараты, которые пролонгированного действия, потому что у нас нет амбулатории. Если животное находится в условиях там амбулатории, то есть три раза в день можно подойти и делать манипуляции. Но когда у владельца нет возможности, у нас нет такой возможности оставить у себя это животное, то есть у нас нет больницы, нет стационара, то само собой животное отправляется домой. И три раза в день человеку накладно даже по времени приходить в клинику и получить вот эти уколы. Поэтому мы стараемся в нашей практике применять и вообще ветеринарная наука старается минимизировать вот эти походы к ветеринарам, чистоту уколов, потому что животное запоминает, что ему больно делают. И сегодня в вооружении ветеринарных специалистов есть препараты, которые называются пролонгированного действия. То есть антибиотик можно поставить раз в 48 часов, раз в 72 часа, то есть смотря какой группе, какое название, какая инструкция. А вот чтобы не каждый день таскать эту несчастную кошку в ветеринары, потому что каждое посещение доктора это стресс. А любой стресс он спровоцирует осложнения. Поэтому я лично, я как специалист, мне очень важно минимум стрессовать и делать больно животному, тем более когда работаю с хищниками, я это очень хорошо понимаю. и применять в своей практике те препараты, которые пролонгированы, то есть их часто не надо ставить. И таким образом в любом случае мы добиваемся отличного результата, то есть животное выздоравливает при минимальном воздействии, болезненного воздействия на организм. Итак, очень что